Интересный матч от Nemo. Единственный игрок из всех на ютубе, который не скрывает, что он убивает всяких нубов и что он играет против не особо суперсильных соперников, не делая вид, что это какие-то настоящие мегапрофессионалы, а просто убивая их пачками. И что самое интересное, впервые за всю свою историю он смог сделать больше 45 убийств, что, конечно же, похвально, но возникает вопрос. А что так долго-то? Можно было и раньше. Но, тем не менее, давайте посмотрим. Здесь, кстати, максимально все в плане, не скажу рекорда, поскольку это не рекорд. У нас тут уже за 60 люди заходят. Но вот в плане игры с наибольшим количеством убийств все наиболее честно. То есть сразу заявил, что против него нубики. Сразу же мы видим, что это соло против сквадов, а не с каким-то помощником. Ну и еще я, если честно, не думаю, что у Немо будут какие-либо актеры, как мы это видим иногда у других ютуберов, что прям, ну, очевидно, какие-то непонятные челы просто бегают вокруг, совершенно не стреляя, не сопротивляясь, приезжая и отдавая фраги по несколько раз в катке. Короче, такой вот честный около рекорд. Ну а я, друзья, конечно же, напоминаю вам, что спонсором ролика является компания 1Х. Наиболее надежная, с лучшими предложениями. Так что, если вы любите спорт и киберспорт, то в закрепленном комментарии под этим видео вы легко найдете ссылочку. И там по промокоду ERAKES вы получите до 520 долларов бонуса. Я вам желаю удачи, ну и, конечно же, только побед. Отдельно стоит отметить прекрасного миленького котика, который бегает рядом с Немо. Ну и пока очень легкий старт. Соперники, опять же, не сопротивляются, бегают. Даже никто, по-моему, по нему ни разу не пострелял. Лутается. Вот бы всем так. Не самая лучшая стрельба сейчас была, но с мушки тяжеловато. Здесь гораздо поприятней. Галил не смог зажать хорошо на такую дистанцию. А вот с Юмпа полетела отлично. Не совсем я понял, зачем он закидывает эту горгулью гранатами. Но, скорее всего, там просто кто-то был, кого я не заметил. Опять же, какой-то Васянчик прилетел в бок и не убил Немо за 3 секунды, за что тот развернулся и расстрелял его. Какой-то парень просто бегает, не отдупляя, что происходит. Его бы тоже, в принципе, наказать можно, но убежал и убежал. Никто за ним вслед не пойдет. Слева кто-то топает, но не успел его забрать. Такое впечатление, будто между собой эти ребята тоже не торопятся воевать. Ну да, судя по тому, как вот они двигаются, пока два человека этого ранга найдут друг друга на данной большой локации, тем более еще и постреляют, а тем более еще и убьют, при условии, что больше 80% пуль, которые они стреляют, уходят не в модельку персонажа, а, конечно, прям в воздух, то это будет медленно. Вот, кстати, интересный такой вот момент, да, что на низких рангах медленно умирают люди, просто потому что игроки друг друга не умеют убивать. И на высоких рангах медленно умирают люди, потому что там чуваки стараются подольше прожить и меньше подставляться. Получается, что не сильно-то и отличаются высокие от низких рангов. Кто-то может так подумать. А вот этот, кстати, соперник не так уж и плох. Снова первый человек, который хоть как-то нажал больше, чем три кнопки за раз, и Немо с ним не справился. Говорит, я постараюсь найти этого человека. Ну, кстати, тоже нормальная надпись. Здесь обычно пишут там, «Усюка! Ну все, я найду тебя и насру тебя в кровать там что-то такое». Здесь просто, ну, такой, ладно. Некоторое уважение есть к сопернику, несмотря на то, что враги откровенно слабые. Немо не принижает, так скажем, их каких-то умений и достоинств. Вампирский шприц. Неплохо. Снова вернулся на ивент. Естественно, после смерти пообещал же нам все-таки найти этого парня. Ну, это явно не он. Тут какой-то ботиночек. Хорошо затрекал парашютиста. Вот здесь не ошибся. Ну, хотя дистанция была не такая, чтобы сложная. Но, тем не менее, пострелял неплохо. Второго, по-моему, не добил. Да, вроде у него было 18 фрагов изначально. Но уже почти двадцатка на топ-56. Хороший результат. Не берет волчьи шприцы или все-таки взял. Не заметил. Хорошо. Непонятно, правда, зачем соперник вместо здания бежал в поле. Но ему виднее. Ну, тут уже пошли какие-то профессиональные разыгровки. И моментально умерло два. Ну, как так? Ну, что это такое? Скиднул основное очко. Ну, никуда с этого не деться. Все, минус-эвент. Топ-43. И пишет, что враг здесь. Ну, видимо, услышал. Тоже, кстати, пока к Нему нет вопросов по поводу странных разворотов и непонятных движений, которые мы недавно видели. Ну, я думаю, вы понимаете, о ком я. Хм, интересно так. Сначала приблизилась, потом вошел в прицел. Небольшой такой лаг. Пишет, больше врагов сейчас подойдет. Ну, это, видимо, он уже добавил на монтаже, поскольку знал. А именно в игре, наверное, просто решил посидеть, подождать, пока докрутится вот этот вот барабан поле чудес, который выдаст тебе айтемы. Ну и враги тоже захотели в этом поучаствовать. В подобном розыгрыше. У-о-оу! Ну, а если вы тоже хотите поучаствовать в розыгрыше, то, конечно же, не забывайте про мой телеграм-канал Errokes Biba. Регулярно раздаю там UC-шки, плюс закидываю различный контент, не только по PUBG Mobile, поэтому обязательно заглядывайте, подписывайтесь. Ссылка есть в описании. Ну, а если кому нужно купить UC-шки, то у меня есть специальный бот для этого, Errokes UC-Bot. Хорошие, приятные цены. И, что главное, официальная оплата через банки, чтобы вам не заблокировали карточку за сомнительные переводы. Такое в последнее время очень и очень часто. Errokes UC-Bot рекомендует. Так он, по-моему, и нашел того игрока, который вначале его перестрелял. Но, если этот человек играет неплохо, то есть вероятность, что мы заметим их противостояние уже где-то ближе к топу. Хорошая граната. Двое игроков вроде как пытаются сейчас задушить Немо, но делают это очень медленно. Не выходят на правильные углы, при том выходят вместе с одной и той же стороны. Может быть, даже сейчас на гранате бы подорвались, но граната оказалась не такая хорошая. Выходят разрозненно, не слаженно. Ну, как бы очевидно, что ничего у них не получится. Сразу же парни допустили миллиард ошибок при вот таком вот импровизированном пуше. Потеряли преимущество того, что их двое. Потеряли преимущество того, что Немо был загнан в угол в этом тугзике. Ну и никак не реализовали все свои возможности. Больно продамажил. По идее, теперь он может выйти в опен, да-да-да, продоминировать, поскольку, ну, во-первых, у врага мало здоровья, а во-вторых, враги не так, чтобы хорошо стреляют, поэтому тут даже при равном количестве здоровья, мне кажется, что перестрелял бы. Это тот нижний убил кого-то? Я немножечко не понял. Но кого-то там явно нокнули без участия Немо, и как будто бы чел, который был в поле, вынес одного из машины. О, водила просто сидит. Ну, удачи. Перевозчик Джейсона Стэдхэма никогда не покидает автомобиль или что? О, а я про тебя и забыл. Смерть. Убедитесь, что вы поставили лайк, пожалуйста. Хорошо, я поставил. Не знаю, как вы, надеюсь, вы тоже. Наконец-таки можно собрать урожай. Ради этого лута полегло очень много людей, поэтому это добавляет ему ценности. Ха, как прикольно, крылья торчат из гили костюма. Впервые, если честно, это вижу. Там человечек на лошади бежал. А, о, делает вид, что он вот, забайтил игрока. Ну, и, к сожалению, не смог вынести. При этом сам получает болезненную клюху. Ну, тут понятно. Человек стоит посреди поля. Еще один такой же. Очевидно, что долго ему не прожить там. Да. Так это обычно и выглядит. Да ладно! Я, по-моему, пропустил. Я прошляпил супер-очко! Ооо! Нет! Да нет, нет! Ну, придется на 41-м реабилитироваться, если оно будет. Надеюсь, что будет. Ну, это, конечно... Ну, естественно, мотать там и делать, вы знаете, обрезать там, типа, что я не пропустил. Это... Это мы не будем. Все по-честному. Прошляпил. Как-то что-то слишком увлекся убийством игроков в опене. Мне показалось или там под забором был чел? Наверное... Нет, не показалось. Ха-ха-ха-ха! Он просто сидел! Ему вообще наплевать, что у него там друга стреляют. Что Немо на крыше. Вот он как там был, так и с места не сдвинулся. Ладно. Он даже не смотрел в сторону Немо, он просто смотрел в забор. Какие-то выстрелы в спине. Откуда? А, с кемпан. Вот как вы думаете... А, нормально. Я хотел спросить, поменяет ли местоположение вот этот человечек? Но он, да. Он немного сдвинулся в сторону. Какой-то очень мелодичный стрелок выбивает какой-то определенный ритм. В теории можно было бы шестерку здесь крутануть на плюс, чтобы было лучше видно. Чтобы вот так у Бога не стрелять, но все равно попал. Все равно нормально. Это еще оказался сольник без саморезки. Кстати, обратили внимание, да? Очень мало людей с ивентовскими приколами. Ой-ой-ой, что за файк? Та самая драка маленьких котят в лоточке. Вот на этом ранге люди специально не находятся в укрытиях. То есть, они как бы отрицают существование домов, контейнеров, деревьев, стогов. Ну, вообще, вот всего, что может тебя прикрыть от пули. Я правильно понимаю? То есть, если ты не находишься в огромном широком поле, то ты лох. Это супер очко! Супер, я как не перечко! Ой, хорошо! Не прошляпил! Все, реабилитация прошла успешно. Ты же его не убьешь, да? Я же правильно понимаю? Ой-ой-ой-ой, что за распики там пошли какие-то? Ну, за попытку как бы лайк, но... Но помимо шикарных вот таких вот распиков танцев, нужно еще и попадать, братан. А так ты молодец. Так, видно, что старался. Вот знаете, такое впечатление, будто он раньше никогда этого не делал. И вот тут остался против Немо и такой вспомнил. Блин, я видосы там смотрел! Ща, короче, как райдин, так... Это, бурум-пурум, шурум-бурум, ага. Знаешь и не делаешь, это равно не знаешь. Поэтому, если ты не попробовал примерно этак тысячу раз сделать какую-то штуку, считай, ты ее не умеешь. 44 и топ-8. То есть, в теории, в теории, там может быть 51. Уже не будет, потому что какой-то Карлос убивает Блэка. Ну, еще не убил, но, судя по выстрелам, сейчас убьет. Нет, Карлоса тоже немножечко откинули назад. Но Блэка все-таки добили. Неплохо, кстати, потапал. Может быть, даже получится сейчас убить вот этого розового. Да, плюс Карлос. Застелил фражину, забрал еще одну. Человечек в окне. Немо посреди поля, естественно. Ну, кстати, в его защиту могу сказать, что если бы он лег, его, скорее всего, не было бы видно. Там небольшой такой есть уклон и холмик. Поэтому, в случае стрельбы по нему, можно было бы резко обезопасить себя. Ну, а там смачок, хилка и так далее. Граната безрезультатная, по идее, должна быть. Но, видимо, человек отрицает уязвимость от гранат и не отошел от нее, когда она летела в него полтора километра. Ну, хорошо. Значит, так и должно быть. И, пожалуйста, топ-2 47. Бода стал 47-м. И мы знаем, что последний там же, по идее. Ну, вроде да. Интересно, будет ли Немо над ним издеваться в своем фирменном стиле. Но мне почему-то кажется, что нет. Когда у него здесь вот такой вот рекорд, он отыграет именно аккуратно. Да, это и происходит. Вот, пожалуйста, топ-1. 48 фрагов. Ранг покажут, интересно, или нет? Напишите в комментариях, что вы думаете про эту катку. А ранг никто не узнает.